Доброе утро, молодые люди! Приветствую вас сегодня на финансовых рынках. Давайте посмотрим за поведением российской валюты и, конечно же, нефти. Разумеется, после поговорим и про более привычные активы рынка Форекс, европейские валюты и другие инструменты. Открываем графики USDRAP и смотрим, как открылась сегодняшняя торговая сессия. Что мы видим сейчас? Мы видим то, что российская валюта против американского доллара движется в район 58. Это говорит о том, что рубль, который пользовался активной поддержкой на протяжении последних полутора недель, и эта поддержка называлась налоговым периодом, сейчас более-менее сошла на нет. Еще раз напомню, что вчера у нас состоялась выплата последнего значимого налога. Это налог на прибыль корпоративного сектора по разным оценкам. Эта выплата составила 250 миллиардов рублей, кто-то говорит, что 400 миллиардов. Я предлагаю вам найти золотую середину и консенсус. Если 250-400, то 300 и вот от этой суммы отталкиваться. Поскольку это был последний значимый налог для российского рынка и, в частности, для российского актива, сегодня можно сказать, что налоговый период благополучно ушел в историю, и у рубля теперь нет той значимой фундаментальной поддержки, которой он активно пользовался на протяжении последних полутора недель. Что касается другого фактора, определяющего поведение российской валюты, это, конечно же, нефть. Откройте графики и посмотрите за поведением бренда. В принципе, вчерашнюю торговую сессию можно было разделить на два периода. Это первая половина дня, особенно с азиатской сессии, когда мы видели коррекцию нефтяного актива. И связано это было с ожиданием возможного нахождения компромисса по переговору ядерной программы Тегеран. В частности, сейчас это тема номер один для энергетического рынка, поскольку, если консенсус будет на один, значит, можно будет поднять вопросы о, соответственно, снятии финансо-экономических ограничений с Ирана. Если это произойдет, значит, Иран у нас станет еще одним активным участником и поставщиком энергетических ресурсов на мировой рынок. Я вам отмечал и говорил, что Иран в потенциале сколько может экспортировать нефти? Один миллион бавлей в сутки. Это очень много. Соответственно, если все-таки Иран действительно дождется того, чтобы санкции сняли, он станет поставщиком энергетических ресурсов. И в целом это усугубит общую проблему, которая касается переизбытка и перенасыщения рынка энергетическими ресурсами. Эта проблема особенно актуальна на фоне снижения спроса со стороны ключевых потребителей. Проблемы констатируем практически каждую неделю. Это проблемы задухания спроса, это проблемы низких показателей сектора услуг, промышленного сектора. И в целом мы видим, как эти проблемы реализуются в соответствующем и абсолютно логичном снижении темпов экономического роста. Это риск номер два. Нефть, которая вот-вот у нас продолжит, соответственно, на снижение, вернется к своему коррекционному вектору и пойдет на те цели, которые были нами еще подтверждены ожиданиями со стороны Bank of America. Они прогнозируют коррекцию бренда какому уровню? 40-45. Это ближайшая цель. Поэтому, сохраняя общую привязку и корреляцию российской валюты с важным для российского рынка энергетическим ресурсом нефти, можно сказать, что коррекция черного золота подтащит за собой по принципу цепной реакции такую же коррекцию и российской валюты. Поэтому в качестве средней срочной цели по USD-RUB у нас возвращение выше 60 рублей против доллара. И, глядя на текущие котировки, вроде бы как за эту идею стал цепляться уже и сам рубль. Другой новостной фон для российского рынка. Мы с вами несколько недель назад говорили про активную политику спасения российского банковского сектора со стороны государства. И, в частности, этой политикой сейчас, по сути, все функции были делегированы Агентству по страхованию вкладов. Знаете такой фон? Это, по сути, тот же самый фонд, который занимается компенсацией в случае краха банка, отзыва лицензии, либо, скажем, банкротства на кредитном учреждении. В последнее время на Агентство по страхованию вкладов возложили еще функцию антикризисного управления. И очень хорошо агентство зарекомендовало и показало себя, когда случились и серьезные проблемы с банком Траст. Напомню, что Банк Траст – это один из крупнейших банков российской финансовой системы. Он, по крайней мере, входит в топ-15 российских банков по объему вкладов физических лиц. И около полутора месяцев назад он столкнулся с серьезными трудностями, когда одновременно потребовали исполнение обязательства банка перед клиентами. И кондиторы и общая сумма этих обязательств составила примерно 3 миллиарда рублей. Банк не справился с исполнением своих обязательств. Почему? Потому что недостаточное качество активов не смогло обеспечить необходимый уровень ликвидности. Поэтому банк оказался на грани финансового фиаско, потребовал помощи. И, в свою очередь, Центральный банк понимал, что раз этот банк входит в крупнейшие российские банки, значит ни в коем случае, принципиально влажно, нельзя допустить краха этого банка. Помните, мы активно обсуждали эту тему. И Центральный банк принял решение поддержать Траст в целях финансового оздоровления, предоставил им 30 миллиардов рублей. Очень много. Вчера пришло сообщение по Интерфаксу о том, что, скорее всего, в ближайшие месяцы Банк Траст запросит еще около 100 миллиардов рублей. Если это будет так, значит Банк Траст у нас за всю историю российского банковского сектора выйдет на второе место после Банка Москвы по объему потенциальной поддержки и санации со стороны государства. Потому что, разумеется, Центральный банк генерирует необходимую ликвидность при поддержке правительства. Российской Федерации. Вся проблема и фишка в том, что все было бы хорошо, если бы с ликвидностью не было проблем. Но с фондами, с емкостью этих фондов и денежных средств, которые доступны для подобных операций, сейчас серьезные проблемы. Поскольку идет исполнение российского корпоративного сектора по обязательствам. Вы знаете, что с некоторых пор актуальное понятие, связанное с тем, что ковенанты – это условия, которые позволяют западным кредиторам требовать досрочного погашения кредитов, вступили в силу. И на прошлой неделе мы с вами констатировали, что уже есть ряд американских компаний, которые активно пользуются такой возможностью и предъявляют российскому банковскому сектору, российским компаниям необходимость исполнения обязательств перед ними. В целом это увеличивает проблему с ликвидностью в стране и создает еще большие риски, уже сказывающиеся на темпах экономического роста. Какие мрачные прогнозы по ВВП на 2015 год? Четыре сейчас. Четыре – это оптимистичный прогноз. Вспомните, каких цифр придерживался МОДИС и СНП, когда снизили рейтинг России ниже инвестиционного. Восемь процентов. Все верно. Восемь процентов, ребят. Блумберг не расставил на 2,5%. Еще больше оптимизма. Спасибо Блумбергу за то, что они верят в российскую экономику. Я думаю, что это вряд ли достижимо до 2,5%. Если мы даже сложим весь первый квартал, уже получается цифра сродни с этого. В целом год, по сути, только начался. Можно будет делать более-менее приблизительные прогнозы после второго квартала 2015 года. Но, учитывая актуальность проблем, ребят, я думаю, что рейтинговое агентство МОДИС и СНП оказались правы в том, что 2015 год будет очень серьезным испытанием для российской экономики. Напомню, что еще одно рейтинговое агентство, которое должно отличиться в апреле – это ФИЧ, который также планирует снизить рейтинг России до какого уровня? До мусорного. Это еще один риск, еще один удар по инвестиционному климату и еще один серьезный фактор разгрузки для российского фондового сектора, корпоративного сектора, для МВБ и РТС. Кому что больше нравится, но в целом ожидания очень не сладкие. Это что касается общих рисков, в принципе, для экономики. И если мы говорим про риски для экономики, мы говорим про точно такие же риски и для национальной денежной единицы, для российской валюты. Но поскольку еще сохраняется высокая корреляция с нефтью, я думаю, что рублю придется потесниться, сдать части позиций и пунктов доллару и евро еще по причине возможной коррекции цен на энергоресурс. Ясно? Теперь переходим к евро-доллару. Смотрим вчерашнюю торговую сессию. Сколько евро потерял за один день? 10 пунктов, 20, 30, 60 пунктов, верно. И сегодняшняя торговая сессия также нам доказывает, что европейская валюта сейчас возобновила полномерное снижение к более-менее справедливым отметкам на основании того фундаментального фона, который характерен для валютного блока. Мы с вами знаем, что сейчас в качестве ключевого фактора разгрузки для европейской валюты выступает программа количественного смягчения. Напомните мне объем этой программы в месяц. 60 миллиардов евро. Поскольку у нас есть возможность еще оценивать изменения этого показателя даже в масштабах нескольких недель, я вам периодически, когда появляется подобная информация, сообщаю, можно сделать вывод о том, что выкуп активов идет более агрессивными темпами. Поэтому 60 миллиардов легко разгоняется до 70 и создает еще большее давление для европейской валюты. Почему? Потому что расширяется баланс центрального банка. И в целом мы прекрасно понимаем, что увеличение этих объемов выкупа свидетельствует о том, что проблемы-то на самом деле еще более серьезные и глубокие, чем, скажем, можем сделать выводы мы посредством массовой информации. Что касается других факторов, которые также не дают покоя европейской валюте, это ситуация в Греции. Вчера состояла встреча Еврогруппы, на которой, разумеется, в очередной раз, уже которой по счету не знаю, обсуждали вопросы касательно спасения греческого государства, предоставления им необходимой ликвидности. Но взамен тройка международных кредиторов и ЦБ Европейской комиссии МВФ требуют, чтобы Греция дала аргументированный ответ по реформам, поскольку желание и намерение со стороны Греции реформировать экономику является ключевым критерием поддержки со стороны тройки международных кредиторов. Греция же, в свою очередь, продолжает вводить за нос тройку международных кредиторов, играть на их настроениях и, по сути, злоупотреблять этим доверием. Мы с вами ожидали возможности компромисса соглашения еще в начале этого года. Вот уже апрель месяц этого соглашения еще нет. Если указать на всю остроту проблем, с которыми сейчас сталкивается Греция, можно сказать, что ликвидности у греческого банковского сектора осталось на пару-тройку недель. И если до этих пор они не изручатся поддержкой со стороны тройки международных кредиторов, значит, греческая банковская система столкнется с серьезным кризисом, а кризис банковской системы сплоцирует дефолт греческого государства. И что? Выход откуда? Из еврозоны. Это, конечно же, весьма полярный взгляд. Его нужно иметь в виду просто как новостной повод. Но риски, учитывая, как реагирует европейская валюта, эти риски актуальны для рынка. Поэтому тема с Грецией, это тема, наверное, номер два, если не номер один после программы количественного смягчения. Но общая фундаментальная картина у нас указывает на то, что главный валютный риск находится под средним долгосрочным давлением. Я думаю, что если бы не позитивный макроэкономический фон, локальная статистика вчера, мы бы увидели по европейской валюте еще большую просадку. Что касается хорошей статистики, можно, пожалуй, обратить внимание еще на данные по инфляции в Германии. Вчера вроде бы как показатель свидетельствовал о том, что дефляции Германии удалось избежать. Но нас больше интересует состояние индекса потребительских цен не Германии, пусть это и ведущая экономика валютного блока, а еврозоны в целом. Поэтому этот отчет мы будем анализировать сегодня с вами. Индекс потребительских цен через несколько часов. И судя по всему, мы увидим еще одно снижение, еще один дополнительный риск дефляции. И это в целом может оказать понижательный эффект для европейской валюты или поддержку. Конечно же, это еще один фактор риска для главного валютного инструмента, европейского актива. Идем дальше. USD иена. Здесь уверенно закрепились по итогам вчерашней торговой сессии выше 120. Продолжаем восходящее движение отыгрывать, наверное, самую интересную инвестиционную идею. Продолжаем следить за уровнем со стороны Морган Стэнли, Бэнк оф Америка, который прогнозирует, какие ожидания по USD иене. 123 это мы делаем ставку. 125, 128, 130 и выше потом. Что же вчера оказало такую поддержку американской валюте? Во-первых, мы видим, как доходности американских многолеток продолжают расти. Во-вторых, индекс доллара уже вплотную снова приблизился к отметке 100. И вчера, очень важно, были опубликованы данные по личным доходам американцев. Личные доходы выросли на 0,4% против прогноза 0,2%. Почему этот показатель очень важный? Почему он нашел такое отражение в динамике доллара? Потому что, вспоминая комментарий Джанет Хеллен, она обозначила три серьезные критерии, от которых можно отталкиваться, принимая очень важные решения по ужесточению монетарной политики. Это нормальное состояние американского рынка труда, это рост доходов американцев и общие показатели по инфляции. Нужно, чтобы росли все три из этих показателей. Что мы имеем по рынку труда? Улучшается ситуация? Конечно же, улучшается. Вспоминая прошлые Non-Farm Paralels, можно констатировать, что сейчас американский рынок труда находится на тех уровнях, о которых он мечтал на протяжении последних двух-трех лет. Думаю, что руководствуясь комментариями Фишера, это вице-председатель ФРС, он отметил, что лично, будучи одним из управляющих членов ФРС, на этой неделе, в пятницу, ждет очень хорошего показателя по Non-Farm Paralels. Я думаю, что это еще один сигнал, который позволяет нам также сделать ставку на то, что сектор улучшается, ситуация выпрямляется в позитивном смысле. И это позволяет нам предположить о том, что сроки возможного повышения процентной ставки могут также, в случае сохранения данной тенденции, сместиться с сентября на какой месяц? На июнь. Это как раз тот период, который мы с вами обозначали, и тот период, который помогал американской валюте так активно расти против всех основных инструментов. Поэтому у нас еще остается инфляция. Вроде бы как, опять же, отталкиваясь от комментариев Елен, это уже не определяющий фактор, просто нужно держать его в фокусе. Но сейчас следим за рынком труда, дожидаемся позитивного эффекта и продолжаем делать такую же планомерную ставку на то, что эта статистика будет определяющей в ужесточении монетарного режима. USD и Елена. Еще раз, какие цели? Давайте 123. Это наша идея. Бог с ними, с инвестиционными компаниями и банками. Это уже потом. Нам главное сейчас добраться до отметки 123. Еще хотел обратить ваше внимание на OutUSD. Откройте графики и посмотрите. Вчерашняя торговая сессия. Еще одна серьезная просадка по австралийской валюте. И до нашей с вами отметки 0.75 остается сколько пунктов? 20. Ерунда, в общем. Потому что мы еще неделю назад видели уровень 0.79, когда до этой отметки оставалось 4 фигуры, даже больше. 0.75 вот-вот станет реальностью. И вопрос на засыпку. Что же толкает австралийца вниз сейчас? Дорогой австралиец. Процент на ставку. Дорогой австралиец, да. Все верно. Если дорогая валюта, и опять же руководство с комментариями Резервного банка Австралии, чем круче себя чувствует австралийца сейчас, тем больше уверенности в том, что Резервный банк Австралии что сделает со ставкой? И когда мы ожидаем это? 7 апреля. На следующей неделе. Все верно, ребят. Вероятность этого 75-80%. Вероятность постоянно усиливается. И это добавляет нам уверенности в том, что OutUSD у нас достигнет уровня 0.75. Еще USDCAD. Также открываем графики и смотрим. Наша цель по USDCAD какая? 20 пунктов. Сколько остается? 80 пунктов. 80 пунктов. Еще меньше. Думаю, что до конца этой недели 1.28 останется в истории. И мы пойдем на какой уровень? 1.28.50. Нормально. 1.28.50 предлагаю поднять планку до 1.30. Так будет нормально. Ясно? Вопросы есть? Да, Артем, есть пару вопросов на нашем канале. Один из них ты уже частично ответил по поводу пары OutNZD. Второй вопрос насчет перспективы пары фунт Швейцарский Франк. Пару слов. OutNZD я, в принципе, еще не отвечал, поскольку мы говорили про OutUSD. Кстати, открываем графики OutNZD и смотрим, где пара торгуется сейчас. Она торгуется чуть выше паритета. И если мне не изменяет память, это уровень 1 примерно 0. 200 пунктов это паритет. 86 пунктов? 286. 180 пунктов. Учитывая общую фундаментальную картину, в принципе, которую действительно мы сейчас обозначили по австралийской экономике, по тем проблемам, которые характерны для этой экономики, учитывая ожидания по австралийцу и учитывая, самое главное, расхождение и легкий дисбаланс между монетарными политиками. Это Австралия и Новой Зеландия. Если сделать ставку на возможности более скорого ожидания снижения процентной ставки, то, разумеется, это решение станет реальностью для рынка гораздо раньше, чем мы услышим нечто подобное со стороны Новой Зеландца. Именно поэтому австралийцы у нас теряют гораздо более интенсивно стоимость, чем новозеландец, и это позволяет нам использовать этот кросс с возможностью тестирования очень важной поддержки, наверное, фундаментальнейшей поддержки на уровне 1 ровно. До этого уровня остается несколько сотен пунктов, ребят. Если те, кто не присоединился к этой идее, пора присоединяться. И какой еще вопрос? И вопрос фунт швейцарской франки. Что касается фунта швейцарского франка, здесь стоит делать ставку на швейцарскую валюту. И вообще, рассматривая любые валютные активы, где фигурирует швейцарская валюта, нужно иметь в виду следующую идею, что швейцарский банк сейчас предпринимает все возможные усилия для того, чтобы снизить стоимость национальной валюты. Вы прекрасно знаете, что некоторое время назад Национальный банк Швейцарии снизил процентную ставку до какого уровня? По депозитам. Минус 0,75%. И если, скажем, крепости швейцарца будет что-то угрожать, если швейцарский франк продолжит пользоваться спросом со стороны инвесторов, со стороны трейдеров, если по-прежнему в эту валюту будут уходить и, соответственно, создавать еще большие риски для конкурентной способности, значит Национальный банк Швейцарии снизит процентную ставку в очередной раз. И вместо 0,75% сделает минус 1,5%. Серьезные риски. И все для того, чтобы ослабить позиции национальной валюты и поддержать национальных экспортеров. Если говорить про Европейский Союз, то на долю еврозоны приходится свыше 55% экспорта Швейцарии. Поэтому они очень заинтересованы в ослаблении национальной валюты. И что касается пары фунта ЧИФ, здесь нужно делать ставку на восходящее движение. Откройте графики и посмотрите. В район 1,5%. Сколько до этой отметки еще? На самом деле очень много. Доллар? Фунт ЧИФ. До этого уровня остается примерно 700-800 пунктов. Поэтому очень хорошая инвестиционная идея. Тем более, что ничто не может сломать, скажем, общего ожидания по тому, что эти идеи принесут самые большие деньги. Еще есть вопросы? Да, еще есть вопрос. Можешь кратко прокомментировать индекс РТС в совокупности с комментариями твоими по рублю? Что касается поведения одной из бенчмарк российского рынка, РТС, здесь нужно целиком оперировать ситуацию с рублем. Мы с вами говорили о том, что если российская валюта слабеет, что происходит с индексом РТС? Еще разочек. Все правильно. А почему это происходит? Потому что там экспортеры, то есть внутренние компании, заточенные на рынке. РТС, все правильно. Это потребительский сектор, ритейл, телекоммуникации и банковский сектор. А МОВБ у нас это компании, которые ориентированы на экспорт. То есть, если компании ориентированы на экспорт, значит они получают дурочку чем? Доллар. Да, они заинтересованы в том, чтобы доллар, точнее российская валюта стоила куда меньше, чем против доллара, поскольку это множит их потенциальные прибыли. Что касается РТС, здесь, к сожалению, приходится им умириться с негативной динамикой в случае таковой по рублю и то же самое, дисконтировать это сразу же в стоимости, показывать абсолютно такое же движение с высокой долей корреляции, как и российская валюта. Поскольку по рублю мы сделали ставку на возможность фундаментального ослабления и закрепили это со всех сторон по РТСу, ждем такого же ослабления. Спасибо. Большое спасибо за вопросы, ребята. Ждем новых комментариев под видео окном на нашем официальном канале Амаркетса. Оставляйте ваши вопросы и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания.